Не обращайте внимания, у нас тут самолёты летают Всем привет, ассаляму алейкум, с вами Снова Айдан и вы на блоге Мусульманки Друзья, вот уж не думала, что вся эта тема хайпа и всего остального затронет мой блог Ну вот я уже сижу перед камерой и разговариваю об этом Всё началось с того, что после моего крайнего видео про то, как нас не пустили на рынок, а точнее не дали поснимать СМИ появились статьи с такими громкими заголовками, как халяльную блогершу выгнали с рынка Автора блога Мусульманки выгнали с рынка за попытку проверить мясо Давай мясо, давай мясо Исламский сайт написал развернутую статью на эту тему Лента Ружи написала короткую информационную заметку, лишённую всяких подробностей И именно эта информационная заметка вызвала шквал, просто бурю негодования Вообще, на мой скромный взгляд, мне кажется, что любая новость, если она содержит в себе термин Мусульманин, если там говорится о мусульмане, это автоматически становится предметом насмешек Это автоматически вызывает какую-то агрессию, просто начинается чесотка у тех людей, которые так и хотят написать что-нибудь гадкое по поводу мусульман По крайней мере, это не первый раз, когда обо мне пишут статью И не первый раз, когда я сталкиваюсь с агрессией, откровенной агрессией в комментариях В общем, после этой заметки, в чём меня только не обвинили Чего стоит этот знаменитый комментарий о том, что пусть балит в свой Чуркистан и там проверяет У меня такое ощущение, что что бы я ни сделала, каким бы благим не было моё намерение Всё равно это вызовет агрессию, злость и всё равно это будет осуждено Многие писали, вот опять эти мусульмане своими правилами И здесь во мне арабская страна И мне хочется всё-таки подчеркнуть, что в России ислам занимает далеко не последнее место Эту религию исповедуют 20 миллионов граждан нашей страны Говоря нашей, я имею в виду Россию, поскольку я сама гражданка Российской Федерации В некоторых регионах мусульмане составляют большинство, в некоторых их не так уж и мало Поэтому всякие крики а-ля вали в свою исламскую страну Это не что иное, как проявление исламофобии к таким же гражданам Российской Федерации, как и вы сами Я сейчас обращаюсь к тем, кто так пишет Ну да ладно, начну по порядку Все вы знаете, а кто не знает, я ещё раз напомню о том, что я по профессии журналист Всё как положено, отучилась 5 лет в университете на эту специальность Окончила, писала статьи, переводила статьи Успела поработать ведущей на телеканале И сейчас занимаюсь своей передачей Не так давно, пару месяцев Она называется «По вкусу по карману», если вдруг кто не помнит или не знает Это информационно-развлекательная передача, в которой я отвечаю на вопросы, интересующие мусульман И на рынок, друзья, я отправилась не как блогер Я туда отправилась как журналист, снимающий свою передачу Хотя, конечно, сейчас понятие блогер-журналист хотят приравнять Но как обладатель этих двух званий Я могу сказать, что не каждый журналист является блогером И не каждый блогер является журналистом В общем, по сценарию мы со съемочной группой должны были отправиться на рынок, в гипермаркет и специализированный магазин И именно с рынком у нас возникли проблемы И именно от рынка я этих проблем не ожидала, поскольку это общественное место До сих пор мы снимали и в торговых комплексах, и в ателье, и в кафе, и на улицах нашего города И с рынком я никак не ожидала, что возникнут такие сложности Тем более, что по плану это не заняло бы больше 10 минут В комментариях многие упрекали о том, что С какой-то стати ты не обнаглела ли? Почему это продавцы должны знать ваши законы? Друзья, все-таки Я не знаю, мне кажется, что услышал звон, не знаешь, где он Продажа халял-продукции Это в основном дело семейное Я успела это заметить Одни привозят товар с разных деревень А другие, возможно, их родственники, знакомые, друзья Его реализуют здесь И зачастую это все либо одни и те же люди Либо братья и сестры, то есть это мусульмане И кто, как не они, должны знать ответ на этот вопрос? Тем более, что я сама часто покупатель в этом заведении Поэтому я была почти уверена, что они ответят на этот вопрос И, кстати, не ошиблась Некоторые не знают про халял-мясо? Как оно режется? Я по этому режется, бессмиллягин Сама знаю, если так звучит Да Ла гальдэ Ага Режешь Встречались вам люди, которые обманывают Говорят, что мясо халял, а на самом деле не халял Бывает такое? Наверное, бывает, но у нас так не бывает Чем отличается халял-мясо от не халял? Нет, понятно Халял-мясо это режется по мусульманским девушкам Мы стоя скотину не убиваем Это режут, так и положено Ложут в ту сторону, так и это Кибла Благая одна Мы же кладут И маленькую читают и режут Это халял-мясо называют Это была съемка с другого рынка Куда мы отправились после неудачи на одном И, как видите, женщины с легкостью ответили нам на вопросы И даже с удовольствием До тех пор, пока не пришел заместитель директора уже этого рынка И не начал злобно кричать на нас, что нужно согласовывать съемку здесь Но мы ушли, потому что уже все сняли И нам больше ничего и не надо было Как я и говорила, не больше 10 минут Так что, друзья, никакой провокации, как многие писали Я не собиралась делать Как там меня называли? Малолетка, соплячка Я не планировала вообще никакого хайпа Никакой агрессии Тем более, это не первый раз, когда наша съемка срывалась Из-за незнания работниками законов Это не ново было для меня Просто именно в этот раз Как говорится, у меня бомбануло И я решила с вами этим поделиться Ну а дальше произошло то, что произошло Надеюсь, эта короткая исповедь, пояснение было вам интересно Уж извините, что вы стали свидетелем такой перипетии Я точно этого не хотела Я всего лишь хотела с вами поделиться Ну, надеюсь, что наши отношения с вами из-за этого не испортятся А наоборот, укрепятся Тем более, что многие писали мне, что черный пиар тоже пиар Может быть, кто-то, увидев эту новость, придет к нам на канал, в нашу семью И тоже будет смотреть видео после этого В общем, я обращаюсь с вами до следующего видео Ассаляму алейкум, варахматуллахи, вабаракято Девуша Ах, да, кто-то написал, что я устроила девушь на мясных прилавках Боже мой, я даже не дошла до мясных прилавков Какой девушь, посмотрите на меня Я похожа на дебошира Пока Субтитры сделал DimaTorzok